Добрый день на РБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Сегодня в Сибае стартует пятый всероссийский инвестиционный Сабантуй за Уралье 2023. Заявки на участие в нем подали 1200 человек. Это инвесторы из России и зарубежья, общественные деятели, представители бизнес-сообщества и органы власти. В рамках деловой программы запланировано 20 сессий на различную тематику. Участники поделятся опытом инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций, обсудят методы формирования комфортной среды для предпринимателей в регионах страны. В частности, сегодня стартует второй межрегиональный форум бизнес-шерифов и пройдут три сессии. Эксперты проанализируют ситуацию в малом бизнесе, обсудят вопросы мер господдержки представителей МСП, обменяются опытом и передовыми практиками по их взаимодействию с государством. В пленарном заседании «Малый и средний бизнес в экономике перемен» примут участие иностранные гости и из регионов России. Практические кейсы поддержки предпринимателей представят Узбекистан и Казахстан. По итогам 2022 года Башкортостан занял шестое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Годом ранее республика была на 17 месте. Список составил Минэкономразвития России. Эксперты оценили результаты реализации проектов ГЧП, работу органов власти, их открытость инвесторам и готовность оказывать поддержку проектам. Лидерами рейтинга стали Нижегородская область, Хабаровский край, Омская область, Татарстан и Пермский край. К концу января 2023 года стоимость проектов государственно-частного партнерства в Башкортостане достигла 88 миллиардов рублей. Всего в республике заключили 60 контрактов. И вот по оценке специалистов улучшению позиции республики во многом способствовал хороший темп строительства восточного выезда. Сам регион имеет очень выгодное географическое положение. И очень хорошая демографическая ситуация, что в целом говорит о некой большей сбалансированности бюджета, чем у многих других регионов, которые позволяют привлекать инвестиции. Потому что ГЧП это прежде всего инвестиционные проекты, сложные, долгосрочные, но проекты, в которые инвестор должен поверить. Также Денис Скачкин отметил, что долгосрочные инвестпроекты, как правило, невозможно реализовать без господдержки. И наиболее успешные на сегодняшний день регионы, которые понимают, как правильно выстраивать взаимодействие с федеральным центром и привлекать финансирование. В этой части у Башкортостана еще есть потенциал для роста, отметил эксперт. В Башкортостане обновят водовод, который снабжает питьевой водой жителей более 20 населенных пунктов Аургазинского и Гафурийского районов. Объект построили в 1978 году и сейчас он сильно изношен. Первый этап его реконструкции оценивают в 410 миллионов рублей. Из них половину выделили из фонда национального благосостояния, оставшиеся 200 миллионов из республиканского бюджета. Вот красным обозначена основная магистраль. Основная магистраль получается от насосной станции, это рядом с Белым озером Гафурийский район, до Старап-Салямова. От сколько километров? 45,9, 46 километров. Плюс мы в этом году работу ведем и полностью сеть внутри населенного пункта, внутри толпозов тоже будем менять. По словам главы Аургазинского района Арслана Шигаридинова, для комплексного решения вопроса водоснабжения местного населения необходимо построить новые водозаборы. Эти работы проведут в рамках второго этапа реконструкции сетей. В проект также намерены включить разведку и оценку запасов подземных вод. Глава республики поручил правительству оказать содействие в реализации проекта. В Башкортостане усилят контроль за безопасностью газового оборудования, состоянием дымоходов и вентиляционных каналов. Соответствующие поправки в закон о регулировании жилищных отношений депутаты госсобраний планируют принять сегодня в первом чтении. В МинжКХ ранее сообщили, что проверка дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться не реже трех раз в год. Однако не все управляющие компании соблюдают данные требования. И это привело к тому, что многоквартирные дома в нескольких муниципалитетах пришлось оставить без газа в целях безопасности. По данным, на середину февраля отключены были 86 домов. Две трети из них в Уфе и Белорецке. И вот поправки в законодательство усилят ответственность за содержание ремонта дымоходов, ветканалов и газового оборудования. Вопрос считаем крайне актуальным, поскольку нарушения в обозначенной сфере могут иметь трагические последствия. Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа с обрушением целых подъездов и гибели людей. Причем случается это не только в старых домах, но и в новых из-за нарушения строительных норм. В этом году на ремонт ивент каналов и домоходов из бюджета республики направят 30 миллионов рублей. Премьер-министр правительства поручил выстроить работу системно, чтобы не допускать случаев отключения домов от газа. Ну и добавлю, в этом году в Башкортостане уже зафиксировали несколько ЧП. В марте произошел взрыв в многоквартирном доме в Нефтекамске. Причиной стало короткое замыкание, которое привело к утечке газа и взрыву. В апреле трое детей в Уфе отравились угарным газом. Житель Обзелиловского района предстал перед судом за хранение взрывчатых веществ и изготовление огнестрельного оружия. Злоумышленника признали виновным и огласили приговор, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. Как выяснилось ранее, 57-летний житель деревни Старобалапаново хранил дома порох и основные части пистолета Макарова. Их он приобрел в интернете, чтобы в дальнейшем изготовить боевое оружие. Все это в начале года обнаружили в ходе обыска оперативники. На злоумышленника завели уголовное дело. Обзелиловским районным судом республики Башкортостан злоумышленник признан виновным в незаконном приобретении и хранении основных частей огнестрельного оружия, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении оружия. Суд назначил наказание. Преступнику предстоит провести 6,5 лет в исправительной колонии общего режима. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро продолжают расти. Американская валюта на 19 копеек до 79,96 рубля, евро на 35 копеек, курс 86,19 рубля. Ну и лучший обменный курс к этому часу. Покупка доллара в Промтрансбанке за 78,80 рубля, продажа в банке Финам за 80,60 рубля. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке Финам за 86,20 рубля. По продаже в ОТП-банке за 87,5 рубля. У меня на этом все. Увидимся на РБК. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова